Сегодня я вам расскажу, как настроить зум. Когда вы открываете страничку именно в веб-браузере, не вот такое вот, смотрите, не вот такое вот, как аппликейшн здесь получается, а именно из браузера вы открываете его, и на первой же страничке у вас есть настройки. Что должно быть включено и выключено? Так, запланировать конференцию понятно. На конференции базовые, на конференции расширенные. Так, видеоорганизаторов включаем, видеоучастников включаем. Смотрите, для чего? Включаем видеоучастников для того, чтобы видеть детей, чем они занимаются. Я прошу их включать видео только в том, что чистая связь очень низкая, связь плохая. Тогда мы это делаем. А так, особенно малышей, очень сложно контролировать, чем они на самом деле занимаются на занятиях. Поэтому просите у детей все время включенным в видеоучастников решать. Так, способ подключения к аудиоконференции. Выбираем и звук телефона, и звук компьютера, соответственно. Вход раньше организатора я тоже рекомендую быть включенным, потому что если они вошли раньше, то там, да, не дергали, кто где и так далее. Так, вот это мы выключаем. PMI – использователь, идентификатор персональной конференции. То есть, чтобы он у нас ни пароли не просил, ничего. Это выключаем. Также держим выключенным. Использователь, идентификатор персональной конференции для начала. К конференции могут подключаться только пределанные пользователи. Выключаем, чтобы не было у людей проблем с обходом. Only authenticated users тоже выключаем. Требовать установки пароля – выключаем. Требовать пароль для мгновенных конференций – выключаем. Требовать установки пароля для инентификатора персональной конференции. Включить пароль в ссылку на конференцию. Требовать ввод пароля участников, подключающихся к телефону. Все это выключаем. Только, конечно, если вы хотите заморачиваться с паролями, не только с ссылкой на вход, но и с паролями. Только в этом случае вы все это включаете. Дальше. Отключать звук участников после входа. Я сейчас его выключила, потому что я хочу, чтобы они сразу вошли. И у них было и видео, и аудио, чтобы они не морочили мне голову. Так. Напоминание о предстоящей конференции я не вижу смысла выключать, потому что мы сразу с вами сделаем новую ссылочку и ее, так сказать, sharing. Дальше. Требования шифрования. Выключать. Никакого не нажимания. Чат, конечно, мы сдержим включенным. Он нам нужен и просто чат, и приватный чат. Чат – это значит, они пишут всем. Приватный чат могут вам написать или кому-то другому конкретно написать. Так. Автор сохранения чатов. Можно их оставлять. Можно их не оставлять. Я, например, выключила, мне не нужно, и все равно их не сохраняю. Дальше. Воспроизводить звук при входе или выходе участника. Я поставила звучать только для меня, для организатора, чтобы слышать, кто подключился, кто не подключился. Мне, например, нравится это. Быть в курсе. Передача файлов. Там в чат-боксе у вас есть иконка такая, что вы можете в инвизионной файл. Так. Обратная связь зума у меня выключена. Опрос обратной связи выключен. Ну, это, в принципе, роли никакой не имеет. Соорганизатор. Соорганизатор я держу всегда включенным на всякий пожарный случай. Если вдруг у меня что-то зависло или еще что-то, то я могу передать ссылочку другому учителю, и тогда он может подключиться и быть как бы организатором конференции. Опросы. В принципе, есть опросы у нас здесь, да, я и не пользуюсь для детей, но они имеют место быть. Так. Всегда показывать панель инструментов. Это очень важно, чтобы вы сразу видели, где у вас все инструменты. и показывать окна зума во время трансляции экрана. Я тоже это люблю делать, потому что, чтобы показать и учителям, и детям, как, где что можно сделать. Демонстрация экрана. Смотрите. Здесь, конечно, двоякое такое отношение к этому, потому что, если дети просекут, что они могут тоже демонстрировать экран. У меня уже такие пару случаев были, как бы, да. Вот, в принципе, мне хватало сказать только цыть. Вырубили, не играемся. И как бы этого достаточно, потому что, если вдруг, проект там у них, да, вот у нас была такая группа B1, например, да, вырубили проекты. Они открывали презентацию себя на компьютере и включая демонстрацию экрана, это было удобнее, чем они мне пересылают, говорят, как защёлкать и так далее. В принципе, все прошло хорошо. Поэтому тут зависит от вас. Так. Отключить трансляцию рабочего стола. И экрана для пользователей. Я эту пункцию не включила, но это для того, чтобы не видели ваше обочисло, ваш экран. Это уже на ваше усмотрение. Комментарии. Well, я их использую, потому что мне кажется, что это очень важно. Доска сообщений. Здесь всё понятно. Я думаю, да, это та белая доска, которая появляется у вас, когда вы нажимаете на… Когда вы нажимаете на «Демонстрировать экран», у вас есть там доска сообщений. То есть это обычно белая доска, на которой вы пишете правила, дети работают и так далее. Вот. Дистанционное управление. Это очень важно. Дистанционное управление значит, что вы можете мышку передавать другим. Это супер важно. Это очень хорошо заходит на игры и так далее. Дальше. Невербальная обратная связь. Тоже очень хорошее дело. Там смайлики разные. Можно и ручку поднять, похлопать и так далее. Пусть будет. Дальше. Разрешите удаленным участникам повторное подключение. Конечно. Let participants to rename themselves. Я как бы это оставила. Тоже на ваше усмотрение. Так. Если вы хотите их упором, в разы сессионные залы, давать им практику, speaking, допустим, то вот эту кнопку надо считать. Надо нажать в ключ онлайн. Обязательно. Вот. Значит, у меня есть такой опыт, что три человека не попадают в зал, два попадают хорошо. То есть, если вы хотите по группкам три человека распределить, вряд ли это получится. И еще. Если связь не очень хорошая, то лучше на сессионные залы не распределять. Значит, все зависит от чертовой бабушки. И все. И вы вылетите все вместе, все дружно. Дальше. Удаленная поддержка, субтитры, управление удаленной камерой, групповое очевидение, виртуальный фон. Все это не нужно. Все это держите как бы выключенным. Все это совершенно не нужно. Вот. Но еще тоже вот обязательно штучка, на которую надо обратить внимание. Зал ожидания. Выключайте его. Иначе они будут попадать в вас в зал ожидания, когда они входят. Только когда вы скажете принять, только тогда они смогут упасть. Опять же, это лишние телодвижения, которые мне нужны. Дальше. Показать ссылку и войти в браузер. Важно. Когда они получают ссылку на вашу новую конференцию, они могут зайти через приложение, могут зайти через браузер. Вот будет включен. Давайте им кучиться. Когда так работает, когда это так работает. Крафтацию конференции я выключила. Уведомления все. Повыключала. Тоже мне нужны. Так. Размывание, электронное письмо, приведение планирования. Все здесь как-то уже нам не нужно. Это как-то были основные настройки, которые я очень рекомендую сделать как можно быстрее.